Беседа тридцать девятая, страница двести пятьдесят один. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Иоанна 5, 22, 23. Много тщательности надо бы нам, возлюбленные, иметь во всем. Ведь самый строгий отчет мы дадим и в словах, и в делах наших. Дела наши не оканчиваются настоящей жизнью. А еще другая жизнь встретит нас, и мы предстанем страшному судилищу. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что Он делал, живя в теле. Доброе или худое, говорит Павел, 2 Коринфянам 5, 10. Будем же всегда помышлять об этом судилище. И таким образом мы сможем постоянно пребывать в добродетели, как отвергающий от души свои мысли об этом дне, несется в пропасть, подобно коню сбросившему у дела. Оскверняется, говорит Писание, пути его во всякое время, и, указывая причины этого, прибавляет. Ибо отымается судьба твоя от лица его. Псалом 9, 26. Так постоянно имеющий себе этот страх проводит жизнь целомудренно. Помни, говорит Писание, Последний день твой, и вовеки не согрешишь. Экклесиаста 7, 36. Тот, кто прощает нам грехи ныне, тогда восядет на судилище. Умерший ради нас снова явится судить весь род человеческий. Во второй, говорит Писание, раз явится не для ощущения греха, но для ожидающих его воспасения. Евреям 9, 28. Потому-то и здесь он сказал, Отец не судит никого, но весь суд отдал сыну, да чтут все сына, как чтут отца. Итак, не следует ли, скажут, назвать его и отцом? Никак. Он для того и сказал сына, чтобы мы чтили его остающегося сыном, так же, как отец. А кто называет его отцом, тот уже не чтит сына, как отца, но смешивает их. Так как люди побуждаются не столько благодеяниями, сколько наказаниями, то он и говорит здесь так грозно, что, по крайней мере, страх понудил их чтить его. А когда говорит весь суд, выражает этим то, что он властен и наказывать, и награждать, делать то и другое, как ему угодно. Выражение же долг употреблено для того, чтобы ты не почитал его нерожденным и не думал, будто есть два отца. Все, что есть в отце, это же есть и сыне. Только он рожден и остается сыном. А чтобы убедиться, что выражение дал, здесь равносильное выражение родил, выслушай изъяснение этого из другого места. Как говорит он, отец имеет жизнь в себе, так дал и сыну иметь жизнь в себе. Иоанна 5, 26. Что же, неужели отец прежде родил его, а потом уже дал ему жизнь? Ведь дающий дает что-либо тому, кто уже существует. Так уже не был ли рожден он без жизни? Но этого и бесы не могут подумать, потому что это не только несчастиво, но и безумно. Потому как выражение «дал жизнь» означает, что он родил его жизнью, так и слова «дал суд» значит, что он родил его судьею. Чтобы ты слышишь, что сын имеет виновником отца, не подумал, будто сын имеет различствующее от отца существо и достоинством ниже его. Вот он сам грядет судить тебя, доказывая и этим свое равенство. Тот, кто имеет власть наказывать и награждать кого хочет, тот, конечно, обладает такой же силой, как и отец. А иначе, если бы сын уже по рождении своем впоследствии получил эту честь, то можно было спросить, по какому же поводу он почтен так впоследствии? Каким преуспеянием он достиг того, что получил такое достоинство и возведен в такой сан? Не стыдно ли вам так дерзко приписывать эти человеческие и унизительные свойства существу бессмертному, не имеющему ничего превзошедшего во времени? Для чего же, скажете вы, он так говорит о себе? Для того, чтобы сказанное было удобоприемлемо и проложило путь к высшим понятиям. Для того он и смешивает в своих словах и то, и другое, и возвышенное, и уничиженное. И смотри как. Кстати, рассмотрим это сначала. Он сказал, Отец мой делает и я делаю. Показывает им свое равенство и равночестность с отцом. Но идея иудея искали его убить. Что же он после этого делает? Он смягчает выражение, но мысли удерживает те же самые и говорит, не может сын творить ничего сам от себя. Затем опять возвышает слово. Как? Ибо он творит, это и сын так же творит. Опять говорит смиренно. Отец любит сына и все показывает ему. Дал власть производить и суд. И больше этого покажет ему. Снова возвышенно. Как отец воскрешает мертвых, так и сын, кого хочет. И опять смиренно и вместе возвышенное. Отец никого не судит. Но весь суд отдал сыну. Еще возвышенное. Да все чтут сына, как чтут отца. Видишь ли, как он разнообразит свое слово, употребляя в нем наименование и выражение, то возвышенное, то уничиженное, так, чтобы и для тогдашних людей оно могло быть удобо приемлемо. И будущее ничего не теряли от возвышенных выражений, получая надлежащие понятия и о прочих. А иначе, если слова его сказаны не по снисхождению к людям, для чего привалены такие возвышенные выражения? Кто имеет право сказать о себе нечто высокое, а между тем говорить что-либо уничиженное и смиренное, тот, конечно, имеет на то благовидную причину. И некоторые особенные намерения. А кто должен говорить о себе смиренно и между тем скажет что-нибудь великое, то для чего станет употреблять выражения, превосходящие его природу? Это уже не особое какое-либо благонамерение, а крайнее нечестие. 253. Поэтому мы можем сказать, что смиренное выражение Христа о себе имеет справедливую и достойную Бога причину. Именно. Снисхождение к нам намерение научить нас смирению. И через это устроение нашего спасения. Что он и сам изъясняет в другом месте, когда говорит «Спросим я не от человека, принимая свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». 5.34. Именно когда он прибегал к свидетельству Иоанна, оставив собственное, что могло казаться недостойным его величия, то приводя причину такого уничижения в словах, он и сказал «Это говорю вам, чтобы вы спаслись». А вы, утвердающий, будто он не имеет одинаковой с родившим его власти и силы, что скажете, когда услышите собственные его слова, которыми он выражает равенство силы, власти и славы с отцом? Почему он требует себе равной с ним чести, если он, как вы говорите, гораздо ниже отца, а он еще не останавливаясь на этих словах, присовокупляет, «дабы все чтили сына, как чтут отца». «Кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его». Стих 23. Видишь, как честь сына соединена с честью отца. Что же из этого, скажете вы? Это относится и к апостолам. «Принимающий вас, говорит он, меня принимает» Матфея 10.40. Но там он говорит так потому, что все, касающееся рабов его, усвояет себе самому. А здесь потому, что ему принадлежит одно существо и одна слава с отцом. Да притом об апостлах он не говорит, да чтут их, и хорошо он говорит, кто не чтит сына, не чтит и отца. Если едва царя и бесчестят одного из них, то этим и другому наносится бесчестие, особенно если оскорбляемый есть сын царский. Оскорбляется царь и тогда, когда оскорблен его оруженосец. Но не так и непосредственно. А здесь он оскорбляется сам по себе. Потому Христос и предупреждает словами, да чтут все сына, как чтут отца, чтобы затем, когда скажет, кто не чтит сына, не чтит отца, ты разумел одну и ту же честь. Не просто говорит, кто не чтит, но кто не чтит так, как я сказал, не чтит отца. Но каким образом, скажешь, посылающие посылаемые могут быть одного и того же существа. Опять ты переносишь слово на человеческие отношения и не разумеешь, что все это говорится только для того, чтобы мы и виновника познали и не впали в недуг Савелия, чтобы и немощь иудеев уврачевалась таким образом, и они уже не почитали его противникам Богу. Ведь они говорили, он не от Бога, он не пришел от Бога. А к уничижению такой мысли способствовали не столько возвышенные, сколько уничиженные его слова. Вот поэтому он часто в разных местах и говорил, что он послан. Не с тем, чтобы ты принимал такое слово за выражение умоления его перед отцом, но чтобы заградить уста иудеев. Поэтому он и обращается часто к отцу, выражая между тем и собственную власть. А если бы он все говорил о себе сообразно с собственным божественным достоинством, то они не принимали бы слов его, так как и за немногие подобные выражения гнали его и часто хотели побить камнями. С другой стороны, если бы, применяясь к ним, он говорил о себе только смиренно, то впоследствии это послужило бы многим во вред. Таким образом, он перемешивает и разнообразие свое учение о себе и смиренными выражениями, как я сказал, заграждает уста их, а словами сообразными с достоинством его удаляет взрывомыслящих от уничиженного понимания выражения его и показывает, что такое понимание вовсе не приличествует ему. Быть посланом это выражение перемены места, а Бог везде сущ. Для чего же он говорит о себе послан? Он употребляет чувственное выражение, чтобы показать свое единомыслие с отцом. К той же цели направляет он и последующие слова. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое верующих послав, что у меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иоанна 5,24 Видишь, как часто он повторяет одно и то же, чтобы исправить мнение иудеев, чтобы и этими, и последующими словами, и страхом, и обетованием благ, победить упорство против него. Как многое здесь опять нисходит в выражениях о себе. Не говорит слушающий слова мое верующие меня. Они пошли это гордостью и крайним тщеславием словах. Потому что, если спустя уже долгое время, после бесчисленных чудес, они приписывали ему надменность, когда он говорил таким образом, то тем более в настоящем случае. Так они и говорили ему впоследствии. Теперь мы узнали, что бес в тебе Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Иоанна 8,52 Итак, чтобы и теперь они не пришли в ярость, он вот что говорит, слушающий слово мое и верующий пославший у меня имеет жизнь вечную. От этого слова его немало делалось удобоприемлемым для них. То есть, от вразумления, что слушающий его верует отцу. Охотно приняв это, они уже удобнее могли принять и прочее. Таким образом, употребляя уничиженные слова о себе, он приготовляет и пролагает путь к понятиям высшим. Затем, сказав, имеет жизнь вечную, он присовокупляет и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Так, двумя замечаниями, он располагает принятие своего учения тем, что через него верует отцу, и тем, что верующий сподобится великих благ. А слова на суд не приходят, означает не подлежит наказанию. И смерть, разумеется, здесь не временная, но вечная, равно как и жизнь бессмертная. Истина, истина, говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат гласы на Божие и услышавши оживут. Стих 25. Слова свои он подтверждает доказательством отдел. Когда он говорил, как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын, кого хочет, воскрешает. То, чтобы это не показалось тщеславием и надменностью, он представляет и отдел доказательства своих слов и говорит, наступает время. Потом, чтобы не предполагал ты здесь, отдаленного времени, присокупляет. И настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и услышавшие оживут. Видишь ли здесь самостоятельность и власть неизреченную? Как будет во время воскресения, говорит, так и ныне. Тогда, услышав повелевающий глаз, мы восстанем, потому что сказано, при повелении Божьем мертвые воскреснут. 1 Фессалоникийсам 4.16. Откуда видно? Может быть, спросит кто-нибудь, что сказано, не есть одно тщеславие? Из прибавленных им слов. И ныне есть. Если бы он возвещал только о будущем времени, то учение его могло бы быть для иудеев подозрительно, но он представляет на то и доказательство. Еще во время моего пребывания с вами, говорит он, это сбудется. Если бы он не мог сделать этого, то я не обещал бы на такое время, чтобы в противном случае обещание не подвергло его еще большему посмеянию. Потом прилагает и объяснительный довод к своим словам. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сын дал иметь жизнь в самом себе. 5.26 Страница 256 Видишь ли, какое здесь равенство открывается с тем только различием, что один отец, а другой сын. Слово до одно только и выражает различие, а во всем прочем показывается равенство и единение. Отсюда ясно, что он делает все с такой же властью и силой, с какой отец и ни от кого иного не заимствует свои силы. Он также имеет жизнь в себе, как и отец. Потому и далее тотчас присовокупляет такие слова, из которых можем уразуметь и предыдущие, какие же именно, и дал ему власть и суд творить. Иоанна 5.27 Но для чего он так часто повторяет о воскресении и суде? Как говорит отец воскрешает мертвых и живит, так и сын кого хочет воскрешает. Опять отец не судит никого, но весь суд отдал сыну. И еще как отец имеет жизнь в себе самому, так и сыну дал жизнь иметь в себе. Так же услышат голос сына Божия и услышавшие живут. И здесь опять и дал власть ему и суд творить. Для чего же он так часто касается этих предметов? То есть суда, жизнь и воскресение? Потому что это больше всего может подействовать и на самого кто убежден, что воскреснет и даст тогда отчет во грехах своих, тот хотя бы и не видел никакого другого знамения. По одному этому убеждению скоро обратится и постарается умилостивить судью своего. Как сын человеческий есть, не дивитесь сему. 5.27 Павел Самосадский не так читает это место, а как дал власть ему суд творить, потому что есть сын человеческий. Но такое ощущение не имеет никакой последовательности. Он не потому получил суд, что он человек, иначе что препятствовало бы и всем людям быть судьями, но потому он есть судья, что он сын неизреченного существа. Поэтому и надо начитать так. Потому что он есть сын человеческий, не дивитесь всему. Так как слушателям могли казаться слова его несовместимыми, потому что они почитали его не более как простым человеком, а между тем слова его были выше человека, даже выше ангела, и только одному Богу могли быть свойственны, то разрешая такое недоумение, он и присовокупляет и изыдут творившее добро воскресения жизни, а делавшее зло воскресение осуждения. Но почему он не сказал так? Не дивитесь, что сын человеческий есть, он есть вместе и сын Божий, а упомянуло воскресение. Он уже высказал это выше, услышат глаз сына Божия, а что здесь умолчал об этом, не удивляйся. Говоря о таком деле, которое свойственно Богу, этим самым дает слушателям основание заключать, что он есть и Бог, и Сын Божий. Если бы он часто повторял это, то слушателям это надоело бы. А доказывая то же самое чудными делами, он делал учения свои не столь ненавистным. Так и те, которые составляют умозаключения, положив известные основания, твердо доказывающие искому истину, часто не выводят из них заключения, а чтобы более убедить том слушателя и одержать более блистательную победу, предоставляют самому противнику вывести надлежащее заключение, так что присутствующие при этом тем более соглашаются с ними, когда противники произносят суд против самих себя. Далее Христос, упоминая воскресенье относительно Лазаря, умолчал о суде, потому что не для суда воскрес Лазарь, а говоря о всеобщем воскресенье, присовокупил и то, что сотворившие добрые выйдут воскресенье жизни, а делавшие злое воскресенье осуждение. Подобным образом Иоанн убеждал слушателей напоминанием о суде и тем, что кто не верует сына, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3006 Так и сам Христос говорил Никодиму, верующий сына не судится, а неверующий уже осужден. 3.18 Так и здесь он упоминает о суде и наказании за злые дела. Выше он сказал, слушающий слова мои, верующий в пославшего меня на суд не приходит. А чтобы кто не подумал, будто это одно достаточно для спасения. Он касается и дел жизни и говорит, сотворивший благое воскресение жизни, а сделавший злое воскресение осуждения. Но так как он сказал, что ему даст отчет вся вселенная и все воскреснут по глазу его, дело новое и необычайное, которому и ныне еще многие не верят, даже из людей по-видимому верующих, не говоря уже о тогдашних иудеях. То послушай, как он это объясняет, нисходя опять к немощи слушателей. Пятая глава Евангелия Пьяна тридцатый стих. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца. Немало уже доказательства воскресения он дал и в том, что исцелил расслабленного, поэтому и не прежде стал говорить о воскресении, как совершив исцеление. Такое дело, которое было не слишком далеко от воскресения. Также я суде намекнул тогда, когда сказал после исцеления тело, вот ты здоров, не греши и боли, чтобы не случилось всего с тобой хуже. Иоанна 5.14 И он предвозвещает здесь вместе воскресение и Лазарь и всей вселенной, а предрекая о двух этих воскресениях, о Лазаревом, имевшем вскоре совершиться, и о всеобщем, имевшем быть впоследствии, спустя долгое время, он уверяет с первым исцелением расслабленного и самой близости этого события, когда говорит «наступает время и настало уже», а в истине последнего убеждает воскресением Лазаря, как бы представляя при глаза еще не сбывшиеся посредством уже случившегося. «Видно, что так он и во всех случаях делал, то есть соединял вместе два или три предсказания и через исполнение одного удостоверял в других будущих событиях». 258. Впрочем, сказав и сделав столь великие дела, он тем еще не довольствуется, но так как слушатели его были еще слишком немощны, он и последующими словами сокрушает их упорство, говоря так «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня отца». 5.30. Слова эти могли казаться странными и несогласными с пророками, которые говорили, что Бог есть судья всей земли, то есть рода человечества. Так Давид повсюду проповедует, говоря, Господь будет судить землю по правде народы, Псалом 95.10. И еще Бог судья праведный и всякий день строго взыскивающий 7.12. Так же и все другие пророки и Моисея. Христос говорил, Отец не судит никого, на весь суд отдал Сыну. И так это могло смутить тогдашнего слушателя иудея, и внушить опять мысль, что он богопротивник. Поэтому он здесь весьма снисходит в слове о себе настолько, насколько требовала немощь иудеев, чтобы совершенно искоренить такое пагубное мнение. И говорит, не могу о себе творить ничего от себя, то есть ничего странного, богопротивного, такого, чего не хочет Отец. Вы не увидите в моих делах и не услышите в словах, как прежде сказав, как сын человеческий, он тем показывает, что они считали его простым человеком, так и здесь присовокупляет подобные слова, как выше он говорил, говорим, что видели и о том свидетельствуем. 3.21. Евангелий христиан, что видели и слышали и о том свидетельствуем. Истина то свидетельство, которому он свидетельствует о мне. И никто этого свидетельства не принимает. И 32. И в том и в другом месте, разумея, ведение точное, а не просто одно слышание и видение. Так и здесь. Говоря о слышании, выражая только то, что он не может желать ничего иного, кроме того, чего хочет отец. Только он не сказал этого так ясно, потому что они услышат это прямо, не стерпели бы. Но как? Весьма смиренно и по-человечески. Как слышу, так и сужу. Он не говорит также здесь о научении, не сказал, как научился, или как слышу, и не потому говорит так, будто нужды учиться, но и слушать, но выражает этим единомыслие с отцом и торжество суда. Таким образом, слова его означают следующее, я так сужу, как бы и сам отец сузил. Затем ты совокупляет, и суд мой праведен, потому что не ищу воли моей, но волю пославшего меня отца. Что ты говоришь? Стало быть, ты имеешь волю отличную Отец Однов Иоанна 17.22 Еще говоря о единстве воли единомыслии, да все будут нас едины. Иоанна 17.21 То есть верою в нас. Видишь ли, как то, что кажется наиболее уничиженным, скрывает в себе высокий смысл. А этим он дает разуметь вот что. Не иная есть воля отца, иная у меня, но как одной душе принадлежит и одно хотение, так и у меня с отцом. Не удивляйся, что он говорит о таком единении с отцом. Павел употребляет такой же пример и относительно духа, когда говорит, кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Та же и Божий никто не знает, кроме Духа Божия. 1 Коринфян 2.11 Итак, он говорит только вот что. Нет у меня хотения иного, отдельного от отца. Но чего отец хочет, того и я, и чего я хочу, того и он. Потому как отцу никто не может противоречить, когда он судит, так и мне. Суд тем и другим произносится с одной и той же мыслью. А что он беседует об этом человекообразно, этому не удивляйся, ведь иудеи еще считали его простым человеком. Поэтому в подобных случаях надо обращать внимание не только на слова его, но иметь ввиду и понятия слушателей и принимать слова его как приспособление к их понятиям. Иначе может произойти много нелепых последствий. Вот смотри, он говорит, не ищу воли моей. Следовательно, можно бы подумать, у него воля иная, чем у отца, и при том гораздо несовершеннее. И не только несовершенно, но и не столь благотворно, так как если бы она была спасительной и согласна с волей отца, то почему ты не ищешь ее? Люди по справедливости могли бы говорить это, потому что они имеют много желаний несогласных с волей Божией. А почему это говоришь ты во всем равный отцу? Такие слова можно сказать несвойственны даже человеку совершенному и распявшему самого себя. Если Павел так сочетал волю свою с волей Божией, что сказал «И уже живу не я, но живет во мне Христос» Галатам 2.20, то как владыка всяческих мог сказать «Не ищу воли моей, но пославши он меня», как будто они различны. Итак, что же означают слова его? Он ведет речь по-человечески и приспосабляется к понятиям слушателей. Как в предыдущей беседе он употреблял выражение «то Бога приличное, то человекообразное, так и здесь делает то же самое и говорит как человек «Суд мой праведен». Откуда это видно? «Ибо не ищу воли моей, но воли пославшего меня». Как между людьми тот, кто чушь самолюбие не может быть обвиняем в неправости суда, так и ныне, а ныне вы не можете упрекать в этом. Кто хочет делать по-своему, того справедливо могут подозревать другие, что он по этой причине нарушает справедливость, а кто не имеет в виду своей воли, тот «Какую может иметь причину судить несправедливо?» Таким же образом рассуждайте относительно меня, потому что если бы я говорил, что я не от отца послан, и славу дел своих не относил к нему, то может быть кто-нибудь из вас и справедливо подозревал бы, что желаю только себя самого прославить и говорю неистину. «Если же дела мои я вменяю и усвояю другому, то почему и по какому побуждению вы стали бы наводить подозрения на слова мои?» Видишь, к чему он приводит слово и как доказывает правость своего суда тем, что и всякий другой стал бы говорить в свою защиту. Видишь, как ясно становится то, что я часто говорил. Что же такое я говорил? То, что крайнее смирение в словах оно-то наиболее внушает людям здравомыслящим не уничижать смыслы изречений так, как по первому взгляду представляется, а в разумении их восходить на высоту заключающейся в них мыслей. Таким образом, это смирение в словах мало-помалу и удобно и при смыкающихся долу возвышает горе. Итак, имея все это в виду, не будем убеждая вас оставлять без внимания изречения, но будем тщательно исследовать, все и везде обращать внимание на причину сказанного. Не будем думать, что для нас достаточным извинением может служить наше незнание и простота. Христос заповедал нам быть не только простыми, но и мудрыми. Поэтому с простотой позаботимся соединить и благоразумие, как в учении, так и в делах жизни. Будем судить сами себя здесь, чтобы не быть осужденными с миром и в отношении к рабам своим. Будем такими, каким желаем иметь к себе самим Господа нашего. Оставь нам, говорит, долги наши, как и мы оставляем должникам нашим. Матфей 6,12. Знаю, что оскорбленная душа нелегко переносит оскорбление, но если подумаем, что прощением обиды мы делаем добро не столько оскорбившему, сколько о себе самим, то легко извернем из себя яд гнева. И вот, кто не простил должнику своему ста динариев, обидел не собрата своего, но себя самого сделал должником тысячи талантов, которые прежде были прощены ему. Таким образом, когда мы не прощаем другим, то не прощаем самим себе. Будем же не Богу только говорить, не поминить согрешений наших, но и самому себе, пусть каждый говорит, да не помянем согрешений собратьей наших против нас. Ты сам первый судья твоим делам, а потом уже судит их Бог. Ты пишешь себе закон прощения и наказания, изрекаешь себе приговор того или другого. Таким образом, от тебя зависит, помянет ли или не помянет Бог грехи твои. Потому и Павел заповедует прощать, кто на чего имеет пореченному Колоссянам 3.13. Да и не просто прощать, а так, чтобы и следов гнева не оставалось. И Христос не только не поставил на вид грехи наши, но и не воспомянул о том, что мы согрешили, и не сказал, ты согрешил в том и в том, а простил и уничтожил рукописание, не вменив нам преступлений, как изъяснил это Павел Колоссянам 2.14. Так будем поступать и мы, и изгладим все из нашей памяти, разве что-либо доброе сделано оскорбившим нас, это одно и будем помнить. А если он сделал что-нибудь оскорбительное и враждебное, то оставим это и изгладим из памяти, так, чтобы не осталось и следов. Если же от него не было нам ничего доброго, то тем более нам награды больше хвалы, если мы прощаем. Иные изглаждают грехи своими бзениями, лежанием на земле, бесчисленными подвигами, а ты можешь уничтожить все согрешения свои гораздо более легким способом, не памятованием зла. Для чего же ты поднимаешь меч на самого себя, подобно беснующимся и сумасшедшим, и лишаешь сам себя будущей жизни, тогда как надобно всеми способами достигать и если настоящая жизнь так вожделенна, то что сказать о той, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, там уже не надо не бояться смерти, не опасаться потери тамошних благ, блаженные и приблаженные и многократно блаженные те, которые сподобились этого блаженного жребия, напротив несчастны и пренесчастны и неисчетно несчастны те, которые сами себя лишают блаженства. Да что же скажут, может доставить нам такую жизнь? Послушай, как сам судья беседовал об этом с одним юношей, когда юноша спросил, что же сделать благое, чтобы иметь жизнь вечную? Матфея 19, 16. Захристос, напомнив о заповедях закона, остановился на любви к ближним. И может быть теперь кто-нибудь и слушатель и подобно тому богачу скажет, и мы все то сохранили, не крали, не убивали, не любодействовали. До того еще не можешь сказать, что ты ближнего возлюбил, как должен любить. Ты, например, или позавидовал кому-либо, или позвословил, или не помог обиженному, или не поделился собственностью, а следовательно не возлюбил ближнего. Но Христос заповедовал не это только, а еще нечто другое. Что же такое? Продай, говорит, имение твое, и раздай нищим, и иди за мною. Масея 19, 21. Последованием называет он подражание ему в делах. Чему же мы научаемся отсюда? Во-первых, тому, что не имеющему всего этого, невозможно достигнуть преимуще будущего жеребия. Когда Иноша сказал, что он сделал все, тогда Христос как бы не доставало еще чего-то нужного, для полного совершенства, говорит ему «Если хочешь быть совершенным, продай имение твое, раздай нищим, и следуй за мною». Итак, во-первых, этому мы должны научиться. Во-вторых, видим, что юноша сам себя обличил в пустом самодовольстве. Ведь если он жил в таком изобилии, а других находившихся в бедности презирал, то как же он мог сказать, что возлюбил ближнего. Значит и то, что исполнил заповеди, он говорил несправедливо. Итак, будем исполнять то и другое, постараемся расходовать наше имущество так, чтобы приобрести небо. Если иное зажитейское величие часто отдает все свое имущество, величие, которое останется здесь и даже не может продолжаться немного времени, так как многие еще задолго до смерти лишались власти, другие за нее платили иногда самой жизнью и все же несмотря на это жертвуют за нее всем. Если говорю ради этого люди так много делают, то можно ли быть несчастнее нас для славы нескончаемой и неотъемлемой, не уделяющих даже малости, не желающих отдать и того, что через немного времени должны же будем здесь оставить. Какое безумие не хотеть добровольно отдать и взять с собой то, чего можем лишиться против воли. Ведь если бы нас вели на смерть, а потом предложили избавиться от смерти ценой всего нашего имущества, мы конечно пошли бы это за милость. А теперь когда мы увлекаемся по пути в гиенну и могли бы избавиться от нее пожертвов половину и менее, мы соглашаемся лучше подвернуться мучению и хотим удержать у себя то, что нам не принадлежит и какое же оправдание будем мы иметь, какое прощение, если нам проложен столь удобный путь к жизни, а мы носимся по стремнинам, идем путем бесплодным, лишая себя всего и здесь и там, тогда как мы могли бы верно приобрести все и там и здесь. Так если не прежде, то по крайней мере теперь образумимся и пришедшие в себя самих будем употреблять настоящее благо, как следует, чтобы удобнее получить и будущее. Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.